Подарок 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 Бабуля спросила ее, что с ней произошло. Оля долго не хотела рассказывать, но все-таки кое-что рассказала. Я в свою очередь сидел на русской печи за шторкой, слушая их разговор. Ольга рассказала о том, что к ним в гости повадилась ходить соседка, живущая в двух домах от нее Раньше особо не общались, а тут чуть ли не каждый день приходит, да все с какими-нибудь подарками То какие-то носки принесет или шаль подарит Оля как поносит эти подаренные вещи, так сразу самочувствие ухудшается Голова болит, спать хочется, тошнота нападает А ночью всякие кошмары снятся Муж Ольги, заметив все эти странности, сказал жене, что мол не бери у нее ничего и на порог не пускай На что женщина только отмахнулась, мол это суеверие все, ерунда Однажды пришла эта соседка, опять подарок какой-то принесла А муж Ольги вышел за ворота, да и дал соседке это от ворот по ворот На что та ответила ему, сучата, я вам такой подарок подарю, век меня помнить будете Муж тогда не придал этим словам никакого значения Сказал Оле, что она ходить больше не будет к ним, но с тех пор покоя в этой семье не было В эту же ночь, около трех часов, муж проснулся от того, что кто-то стучал в окно спальни Тут и Ольга проснулась, спросила мол кто может стучаться ночью-то Выглянули в окно и конечно же они никого не увидели Но в этот же момент как будто застучали во все окна разом Звон такой стоял просто ужас, но длилось это недолго И резко все прекратилось, как и началось Утром Оля вышла из дома и прямо на крыльце наткнулась на горсть земли А сверху лежало яичко, обмотанное красной ниткой Взяла веник, смела все на совок и выбросила за ворота После этого примерно неделю все было тихо Никаких странностей не замечалось ни в доме, ни во дворе Вроде бы все нормально Да только домочадцы стали слышать в доме кваканье лягушек Обыскали все углы в доме, но найти так и не смогли ничего Сначала все это было ни громко и ни часто Но дошло до того, что лягушки эти уже такой хор развели, что хоть уши затыкай Муж полы вскрыл, а там этих лягушат видимо-невидимо И откуда взялись они только Ни тараканов, никаких других паразитов в доме сроду не водилось А тут лягушки Муж с Ольгой выловили всех лягушек этих и повыкидывали После этого вот еще что было Днем Оля постирала вещи мужа Рубашки, майки, штаны всякие И повесила на ограду Хорошо лето было, быстро все сохло Ближе к вечеру пошла белье снимать с веревки А его и нет Всю ограду обыскала Ну куда оно могло деться Побежала в дом Пока мужу сказала В ограду вышли Смотрят белье в кучу все свалено На крыльце лежит Оля увидев эту кучу на крыльце глаза выпучила Понять ничего не может Муж поглядел на нее как на дурочку и пошел в дом Ольга собрала белье и пошла вслед за ним Дома просмотрела всю эту одежду Ничего не порвано, не замарано Ни одной вещи не испорчено На следующий день одел муж чистую рубаху из того белья, что пропало накануне И примерно через полчаса приступ его накрыл прямо на глазах жены Пальцы веером, пульс за 200 Задыхается Кое-как откачали его Только как рубаху снял отпустила Если же штаны оденет То ноги отнимаются практически сразу Оля решила еще раз просмотреть то белье повнимательнее И в каждой вещи нашла воткнутую малюсенькую иголочку Все это снова выкинули в мусор Еще Ольга стала замечать Что у мужа стали происходить ничем не обоснованные приступы ярости В таком состоянии он мог запросто избить бедную женщину Ни в чем перед ним не провинившуюся В один из таких приступов он орал как ненормальный Что вся эта бесовщина в доме происходит из-за подруги Оли Моей бабушки И жить с женщиной, которая дружит с ведьмой он не намерен Подал на развод и уехал к своим родителям После ухода мужа в доме стали происходить совсем непонятные вещи Однажды Оля обнаружила на одной из грядок здоровенный кусок гнилого мяса После этого на земле возле дома ничего не растет Все высыхает, даже деревья высохли Как-то Оля пошла в магазин и встретила эту соседку Которая грозилась одарить их подарками А та не поздоровавшись сразу спрашивает Что живая еще? Ольга аж растерялась от такого вопроса Не успела опомниться, а соседка уже далеко Еще Ольга жаловалась моей бабушке На то, что в доме стали скрипеть половицы Даже в то время, когда по ним никто не ходил Из углов, особенно ночью Идет такой треск, что даже уснуть невозможно Что еще она рассказывала моей бабушке, не знаю Так как мне надоело слушать И я, соскочив с печи, убежал на улицу Однако, больше к нам эта женщина не заходила в гости Может, просто уехала из села А может и нет, не знаю Порча на невинном ребенке История о том, какие несчастья вам могут принести люди Которых вы даже не знаете Рассказала данную историю подруга моей сестры Знакомую звали Мария Ей всего 22 Два года замужем Ребеночку полтора годика Мишка зовут Дальше расскажу со слов Марии Гуляли мы как-то с Артемом Муж ее С коляской по двору своему Никого не трогали Мой месяц тепло, солнышко греет Все отлично Мишка даже не плачет Смотрит по сторонам, улыбается Красота Перед тем, как возвращаться домой Решили зайти в продуктовый Купить кое-чего А у нас не супермаркет А рынок такой крытый Много различных отделов Темочка пошел в мясной отдел А я у входа осталась возле хлебного Стою по сторонам, поглядываю Вдруг продавщица одна спрашивает у меня А кто это? Мальчик или девочка? Оборачиваюсь Вижу стоит за прилавком бабушка С прической такой странной И родинка большой на щеке улыбается Мне тогда показалось, что как-то наиграна Но из уважения к старшим говорю Мальчик, Мишка А она пристально так на ребеночка Посмотрела и полушепотом Тяжко будет Конец фразы я не расслышала А тут как раз муженек мой вернулся Зашли мы домой Мишеньку я покормила Уложила спать и пошла на кухню Артем как раз приготовил ужин Кушаем, общаемся, рассуждаем Куда на выходные поехать Как вдруг из комнаты крик с плачем И так громко Мы бросились в комнату Подбегаем к Мишке А он рыдает ручонками, машет Я его потрогал, а он горячий Температуру померили 39 В панике муж звонит скорую Приехали врачи Осмотрели ребенка, он все плакал Но ничего вразумительного доктора не смогли сказать Сказали выпить лекарства от коликов и жаропонижающее Выписали рецепт и уехали Мы таблетки Мишеньке дали Пытались убаюкать Бесполезно Кричит и все Слава богу через пару часов утих и уснул Мы уж обрадовались Подумали, что все-таки боль его перестала мучить Но не тут-то было На следующее утро Около шести часов Опять кричать начал Не так, как обычно Все же дети в детстве кричат Снова температура повысилась Взяла его на руки, а у него на шее сыт пошла Испугавшись, решили в больницу съездить Ребенка осмотрели Спросили общие вопросы Что ел? Когда-нибудь такое раньше было и прочее Выписали лекарства и отправили домой Все это время Мишка хныкал иногда, срываясь на крик Прошло четыре самых мучительных дня в моей жизни Постоянный плач Температура Стресс Чего только мы не перепробовали Все бесполезно Сыпь так и не сошла Только разошлась по всей спине Практически отчаялись Но тут приехавшая ко мне мама Посоветовала сходить к одной женщине-целительнице Ее старой знакомой Пришли мы к ней домой Показали дитя Она посмотрела и говорит Порча это девочки Причем не самая простая Срочно снимать надо Прямо там она провела обряд Если это можно так назвать Обмыла ребенка святой водой Пошептала что-то И мальчик мой успокоился А через несколько минут и вовсе заснул Даже жар спал А я у целительницы той спрашиваю А кто порчу навел? Ведь никому мы не мешали Ни с кем не ругались А тут такое А она и говорит Да ты не знаешь ее Она это просто так сделала Злой она человек Я у женщины все-таки выспросила Как ведьма выглядела А она и описала Туп продавщицу бабку за прилавком Я ахнула А целительница удивленным голосом спрашивает Знаешь кто это? Но я ей рассказала Как ведьма на моего Мишеньку с ухмылочкой Пристально смотрела Уже прошло около месяца Но с Мишкой все в порядке А продавщицу на том рынке Я больше не видела И в общем-то не горю желанием С ней встретиться Один только вопрос остался За что можно так на невинных людей злиться? Вот такая вот история Я в нее верю Действительно Скажите мне Откуда в людях Столько зла и ненависти? Больше так не делай Порылась немного в закромах своей памяти И отыскала давно запылившуюся историю Которую когда-то мне поведал мой дядя Когда-то давно Лет 28 тому назад Когда мой дядька был еще молодым самцом Не обремененным брачными узами Когда пятую точку еще тянуло на приключения А сердце требовало новых любовных ощущений Познакомился он с одной интересной особой Звали особу Марина Молодая красивая зеленоглазая девушка Которая не каждого мужчину оставит равнодушным Познакомились Познакомились Пообщались И через неделю общения Договорились съездить в коттеджные домики отдохнуть А для веселости вечера договорились на том Что Марина берет с собой подругу И дядя мой подключает к поездке друга В день отъезда встретились молодые люди и девушки И поехали на пару дней в снятый заранее домик на берегу реки Хочу сразу заметить Алкоголь отсутствовал А следовательно галлюцинациям Которые могли возникнуть вследствие употребления горячительного Тоже не было места тем вечером Вытащила компания кресло на веранду Сели вчетвером И начали вести беседу на свои какие-то высокоинтеллектуальные темы Общались долго Потихоньку начал наступать вечер А за ним и красивый красный шар начал заходить за горизонт И на сей ноте друзья Марина и моего дяди решили Собственно уединиться, поспешно удаляясь в апартаменты Остались молодые вдвоем на веранде любоваться закатом И тут Марина спрашивает у дядьки моего Мол, а ты веришь в существование ведьм? Дядя, будучи человеком начитанным И с удовольствием верящим во всю чертовщину Которая только может существовать Как будто почуяв подвох в вопросе прекрасной обольстительницы Ответил, что не верит во всю эту чепуху Марина в свою очередь сказала Что может доказать, что действительно ведьмы существуют Попросила дядю подняться Подойти и как бы облокотиться на стену Дядя послушно выполнил все, о чем его попросили После чего девушка молча подошла Как бы припирая его к стенке И сказала Стой спокойно и просто смотри мне в глаза После почти минуты безмолвного взгляда на девушку Дядя увидел, что зрачки у Марины Начали приобретать форму кошачьего При этом она так зловеще улыбалась Что дядька захотел тут же просто испариться от страха Или оказаться где угодно Только подальше от этой псевдодевушки По его рассказу он стоял ни жив, ни мертв Но виду не подал А молча ни слова не произнеся вслух Про себя начал читать молитву В ту же секунду девушку как будто одернула Она злобно посмотрела на дядьку и сказала Больше так не делай На что получила ответ Мол я ни слова же вслух не сказал Почему ты решила, что я о чем-то начал думать А Марина коротко парировала Ты знаешь, что ты сделал После этой короткой сцены У дяди вдруг появилось миллион срочных дел Он сгреб друга в охапку И больше они с этой загадочной особой не пересекались Соседка колдунья и три чашки Как-то ездила я в один поселок в часе езды от города Каталась я туда не просто так А по делам С работы послали отвезти кое-какие бумаги Вышла с автобуса Прошлась немного пешком Мне в администрацию местную надо было Она далековато от остановки Но хотелось воздухом свежим подышать Топаю и слышу Машина подъехала и сигналит Но думаю местное быдло в штанах с лампасами и с пивом Сейчас приставать начнут Повернулась я и прямо от сердца отлегло Лицо у водителя было знакомое Им оказался Алеша Одногруппник мой бывший Кивает мне и кричит из кабины Привет, Ленусик Садись под брошу Но я и села Как же я такой шанс упущу повидаться Общались мы всегда хорошо Да и не виделись давно Едем по поселку Болтаем о том осем Тут вдруг гляжу Алешка замолчал И в одну точку где-то впереди уставился Я ему что мол такое А он отвечает так медленно и шепотом почти Как будто чужих ушей боится Смотри Вон там впереди у магазина тетка стоит В черном вся Видишь? Вижу отвечаю Есть такая И что? Ленка Ведьма эта самая настоящая Вот ей богу С нечистым она водится И больше ничего не сказал Как приехали на место Вышли из машины Он мне все рассказал Эта баба пару лет назад Купила дом рядом с Лешкиным Она всем сразу не понравилась Неприятная была очень И не зря видать Все ее не взлюбили Понравился ей парень один из поселка Лет на десять ее моложе Не меньше И женатый к тому же И что вы думаете? Месяца не прошло Как он из семьи ушел И стал с этой теткой сожительствовать Потом она с соседкой бабкой Поцапалась из-за чего-то Крикнула ей в сердцах Что мол ты у меня старая еще получишь Бабуська через неделю и умерла Прямо у себя на огороде Возле Алешиного дома Когда-то дерево росло А потом высохло И они его спилили Остался пенек только Как-то раз выходит Мой одногруппник из дома утром Глядь, а на пеньке том Он между их домом стоял И той бабы Стоят три старые чашки Ну чашки как чашки Фарфоровые Чай из каких пьют Ему это ой как не понравилось Только трогать их Алексей не стал Вскоре в доме по неясным причинам Все болеть стали Ну как болеть Не домогать сильно Алексей решил Что это ее рук дело Ведьмы той Пошел мой одногруппник К одной знающей женщине Та ему и рассказала Что это такой колдовской способ Силу у людей отнимать И что кружки эти Направлены ручками в сторону тех домов Откуда она у людей силу тянет Но убирать их ни в коем случае нельзя Может случиться что-то плохое Что из-за этого в доме даже умереть кто-то может Алеша посмотрел потом Так оно и было Ручки у чашек смотрели в сторону его дома И еще двух соседских Вот такой был его рассказ Теперь они живут Терпят Жалуются друг другу Но и сделать что-то боятся И что им бедным людям предпринять Как бороться с этой врагиней Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин